Налоговые доходы области в первом квартале 2015 года составили более 6 миллиардов рублей. Промежуточные итоги исполнения бюджета подвели на заседание регионального правительства. В плюсе поступление от налогов на доходы физических лиц, доходы от уплата акцизов на нефтепродукты и госпошлины, отчитался Дмитрий Шахов. Поступление налога на прибыль за первое полугодие 2015 года выросли на 12,3 или 172 миллиона рублей по сравнению с аналогичным периодом 2014 года. Что позволяет сделать вывод о том, что орловские плательщики налогооблагаемую базу все же увеличивают. Индекс промышленного производства за полгода составил 99,6%. Положительная динамика наблюдается в перерабатывающей, пищевой промышленности, стройиндустрии и в машиностроении. Индекс производства продукции сельского хозяйства в сопоставимых ценах к аналогичному периоду прошлого года составил 98,8%. Здесь отрицательная динамика индекса производства сельского хозяйства в основном связана с сокращением объемов производства в отрасли животноводства. В частности, производство мяса сократилось почти на 8,5%, а производство молока на 8,1%. Основная причина сокращения объемов производства по мясу в первую очередь связана с АЧС. При сохранении существующей тенденции во втором полугодии ожидается поступление налогов в территориальный бюджет от сельского хозяйства не менее чем на 400 миллионов рублей. К слову, неналоговая прибыль составила 174 миллиона рублей. 138 из них в казну области принесли нарушители правил дорожного движения. Годовой план по этой статье бюджета – 416 миллионов рублей, заявил Александр Ремига. Приборами фото- и видеофиксации вынесено 124 тысячи постановлений, что на 71% выше уровня аналогичного периода предыдущего года. На сумму на данный момент 77,8 миллиона рублей. Как отметил глава региона, несмотря на средние темпы промышленного роста, главная задача на сегодняшний день – сохранить рабочие места. В основном это касается таких проблемных предприятий, как Арлекс и Дормаш. Что касается Дормаша, планируется руководством этого предприятия подписание соглашения с китайской стороной для китайских инвестиций в это предприятие. Пока это жирная точка по этому вопросу не стоит, но тем не менее этот вопрос рассматривается. У них достаточно серьезный контракт на подписание с Азербайджаном для того, чтобы Азербайджан закупал технику этого предприятия. К слову, средняя заработная плата в Орловской области за первый квартал текущего года составила 21 тысячу рублей. Объем инвестиций – более 18 миллиардов рублей.